Здравствуйте! С вами видео-неделя национального пресс-центра. Я Вероника Римашевская и сейчас коротко о главном на этой неделе. Лучшие научные проекты будут профинансированы и реализованы ведомствами двух стран. В Беларуси и Армении проводят совместный межвузовский конкурс. 13 тысяч нарушений законодательства только в этом году было раскрыто таможенными органами нашей страны. 20 сентября у белорусских таможенников – профессиональный праздник. Каждый второй житель Минска, по данным ГАИ, имеет автомобили. Самый высокий показатель загрязняющих веществ в воздухе именно в столице. Организаторы дня без автомобиля призывают автовладельцев задуматься. Экологический туризм, путешествия по нетронутым местам природы на лодках и велосипедах. 2013-й в Беларуси – это год зеленого туризма. Уже через два года в Международном научном центре союзного государства планируют начать лечение пациентов стволовыми клетками. Совместная реализация и финансирование лучших научных проектов – это лишь один из аспектов сотрудничества Армении и Беларуси. Отношения обеих стран в сфере образования продолжают развиваться, и совсем скоро у студентов Беларуси и Армении может появиться возможность получить двойной диплом. Два вуза договариваются об общее образовательное содержимое по определенным специальностям. Обычно это делается на степени магистратуры, и часть образовательного процесса проходит в одной стране, после чего часть образовательного процесса заканчивается в другой стране. И при соответствующих оценках на госэкзаменах, соответствующие студенты получают дипломы двух вузов, которые совместно создали этот проект. Сыр, витаю вас! У Несвежской гимназии! Накануне представители Армении познакомились с работой вузов нашей страны и посетили дошкольное учреждение Несвежа, а также Несвежскую гимназию. Хотелось бы особо подчеркнуть, что именно воспитательный компонент в образовательной системе Доруссии, и что у меня больше всего это патриотическое воспитание посредством привлечения детей в самодельные кружки, в общественные организации, в стимулировании их предприимчивости, воспитание граждан в случае патриотизма и людей своей Родины, конечно, это будущее для всех государств, которые, будучи частью глобального мира, все-таки хотят сохранить свою национальную идентичность. Только за первое полугодие 2013-го от деятельности таможни бюджет страны пополнился на 25 триллионов белорусских рублей. 20 сентября – День таможенника Беларуси. Ежегодно через белорусскую границу перемещаются 30 миллионов граждан, и главная задача таможенных органов – не упустить нарушений законодательства. Стоимосной объем изъятых контрабандных товаров увеличился по сравнению с предыдущим годом на 37%. По фактам контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ возбуждено 27 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 95 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Уже шестой год подряд в Минске проводят День без автомобиля. Тематические акции и мероприятия ждут минчан 21 и 22 сентября. Также специально для этого будут перекрыты центральные улицы города. В этих точках, которые мы перекрываем, то есть это Национальный художественный музей улицы Карла Маркса и Минская городская ратуша, и 21 и 22 сентября пройдут многочисленные мероприятия. В частности, будет на улице Карла Маркса презентован зеленый город газон на асфальте, где будет постелен газон в рамках, скажем так, городской улицы, городской среды на асфальте. А также будут предоставлены мелки для того, чтобы все желающие смогли нарисовать рисунки на асфальте, значит, на тему центральная часть города без автомобилей. Будут с этих двух точек 22 сентября, то есть от Национального художественного музея и от Минской городской ратуши стартовать экскурсии по центральной исторической части Минска. В принципе, это достаточно интересно. Это и маршрут старой конки, это и Станислав Манюшко, это и пожарная команда, то есть это и обзорная экскурсия по исторической части Минска. 153 зеленых маршрута и 69 зон отдыха появилось в стране только за 2013 год зеленого туризма. Тема следующего года – спорт и военная история. Тема следующего года – это у нас спортивный туризм. Максимально использовать ресурс достижения в спорте на благо развития туризма. С каждым годом все больше и больше международных соревнований, которые проходят у нас на территории, все больше и больше у нас объектов спорта, инфраструктуры спорта в Белоруссии появляются. Ну и третье – то, что вот знаковое мероприятие у нас чемпионат мира по хоккею 2014 года. Мы все же рассчитываем, вы видите, вот это активное строительство дорог, развязок, комфортной доступности к Белоруссию, строительство гостиниц. Вторая половина года планируется больше сконцентрировать внимание на военно-исторической тематике. Все же 2014 год – это столетние даты, касающиеся Первой мировой войны. У нас ряд есть мест. И то, что осталось, напоминающее об этом, как говорится, событии – 70-летние даты, касающиеся Второй мировой войны. Ну, я уж не говорю о том, что до 1991 года Белоруссия позиционировалась как партизанская страна. Это одна из немногих… Республика – это из немногих стран, которые, ну, такое серьезное партизанское движение имело где-то порядка 80% жителей Европы, которые увлекаются вот этой темой, темой военно-исторического туризма. Лечение стволовыми клетками в ряде случаев – безальтернативный вариант для пациента. Стволовые клетки используют в травматологии, нейрохирургии, неврологии, при лечении ожогов и других заболеваний. По программе Союзного государства в 2015 году планируют открыть международный научный центр «Клеточные технологии». Целью этого центра является применение в практике российских и белорусских технологий лечения стволовыми клетками, ну и таким образом интенсификация процессов социально-экономического развития нашей страны, развития экспортного потенциала и, естественно, увеличение благосостояния нашего населения. На этом у меня все. До встречи на следующей неделе.